Более трех миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи на востоке страны. Старики, дети, люди с инвалидностью и многодетные семьи – самая уязвимая категория населения. За время боевых действий самую масштабную поддержку жителям Донбасса оказал гуманитарный штаб Рината Ахметова. Рейсы с продуктами идут непрерывно в прифронтовую зону. За четыре года отправлено более 300 автоколонн с помощью, доставлено более 130 тысяч тонн продуктов. А тех, кто эту помощь очень ждет – сюжет Виктории Чистюхиной. А кто так может жить? Так душу мирных жителей раздирает война. На этой улице в Павлополе живут одинокие женщины. Все полностью вымирало. Молодежь вся уехала в город. Одни вот такие вот мы, пенсионеры, остались. Справиться с одиночеством в обстановке войны сложно. Супруг Людмилы Цуриковой скончался год назад от болезни. На его могилу ходит почти каждый день. Как в молодом иду, так и захожу к нему. Побеседую с ним. Без мужского плеча выжить сложно. Но женщины стараются поддерживать друг друга. Воды в селе нет с весны. Пользуются технической. Из скважины Людмилы Николаевны. Набирают водичку, потому что нет воды больше. Так смогут полить огороды. Свой участок пенсионерка обрабатывает не каждый день. Часто улицу накрывает обстрелами. Разрывались наряды, конечно. Вот у соседа моего. Вот тут один упал. Один там. Но на овощах долго не протянуть, говорит Людмила Николаевна. А на полноценное питание денег нет. Как можно выжить? Вот представьте. Эти наборы выживания – настоящее спасение. Для нее и сотен тысяч людей на Донбассе. Десятки населенных пунктов на востоке страны остаются выживать вдоль линии соприкосновения. Люди потеряли работу, которая у них была. На околочных полях, ближайшие линии размеживания, они заминованы. У них очень важная ситуация. Помощь Рената Ахметова доставляют 85 населенных пунктов при фронтовой территории. Майже в каждом населенном пункте говорилось в прорыве штаб Рената Ахметова. Это не заперечивает. Это хорошая инициатива – допомогать местным жителям. Это очень важно, чтобы люди пометали, что про них не забывают. Если человек допомогает, это уже показывает ее достаточно высокий уровень. Более 6 тысяч 20-тонных грузовиков в течение четырех лет непрерывно в любую погоду доставляли продукты на логистические центры. Это более 132 тысяч тонн продовольствия за все время боевых действий. Было сформировано и выдано более 12 миллионов набора выживания. Ренату Ахметову огромное вам спасибо, что вы нас не забываете, что вы помогаете нам. Мы очень благодарны. Нас он один не забывает. Рената Ахметова. Пакеты с гуманитарной помощью штаб продолжает доставлять мирным жителям Донбасса. Без такой поддержки людям не выжить. Надеемся, что война закончится, что будет все хорошо у нас, все наладится. Будем жить как раньше.